Очень хороший год. Получить очень хороший год. Все хотят получить хороший год. Сегодняшний наш урок посвящается тому, чтобы все хорошие, добрые люди получили хороший, добрый год. И в отдельности, особенно все участники урока ВАИКРА, все партнеры ВАИКРА, спонсоры ВАИКРА, друзья ВАИКРА, все, кто помогают ВАИКРА, все, кто обеспечивает техническое, техническое наше совершенство, да, которое в этом году будет намного лучшим. Все, мы посвящаем прямо месяц октябрь тому, чтобы усилить наше техническое, уже есть у нас деньги, мы собрали, слава Богу, деньги на студию. Теперь нужно правильно ее организовать, чтобы не потратить лишнее, чтобы это тоже оказалось непросто, потому что мы одну вампу заказали, а прихлани-то. Понимаете, жизнь, она очень-очень многовекторная, многовекторная. Как говорил такой, вот знаете, после человека что остается, какие-то его слова. Вот я думаю, может быть, в этом году, в этом году, может быть, мы первые это вспомнили, после Росшишна, был такой Виктор Черномырдин. Был человек, он был премьер-министр, по-моему, не помню, России, Черномырдин такой, да, то есть он был очень из влиятельных людей. А что от него осталось, да, может быть, дети-внуки, которые его вспоминают. И вот его гениальная фраза, которая вошла просто в мой лично, в мой мозг, в мою модель мира, она вошла прочно. Помните, он говорил так, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот такая у него была фраза, мне кажется, очень гениальная фраза, потому что я думаю, что из большинства хороших побуждений, они не получаются так хорошо, как их задумывали, да, потому что они получаются как всегда. Как говорится, как говорил царь Соломон, мудрейший из людей намного раньше, чем Черномырдин, много замыслов в сердце человека, а замысел Всевышнего, он исполнится. То есть мы ответственны за свои замыслы, за свои решения, за свои мысли. Это да, это полная ответственность, стопроцентно у человека, а вот уже что будет, по факту, это уже Всевышний. Вот, поэтому мы просим Всевышнего, чтобы наши хорошие позитивные замыслы сегодня были приняты, акцептованы, значит, и Всевышний дал нам хороший год для их реализации. Самое важное, да, есть три вещи, которые убирают, как мы говорили в молитве на рожа шина, что тшува, тфила и тздака, мавирин гзара, роаг зира, значит, молитва, тшува, раскаяние и тздака, помощь другим, они убирают плохое постановление. Но чтобы делать шуву, чтобы делать раскаяние, нужно знать, где, как, что. Причем интересно, я сегодня только узнал, я размещу сейчас новое икро в телеграм-канале, короткий урок, 4 минуты всего, Рабанит Хава Куперман, которая дочка Равыцкая Газильбера, который наш учитель, прямо я, мой самый главный учитель, это Равыцкая Газильбер. И его дочка, она очень красиво объясняет проем Типур, за 4 буквально минуты объясняет суть этого праздника. Я ее видео тоже размещу новое икро в телеграм-канале после урока. А мы пока продолжаем учить, учить Экклезиас Коэлит, Мудро Царя Соломона. Как раз мы находимся сейчас в 4 главе, 4 глава, 9 отрывок, мы остановились в прошлый раз, вчера. И сегодня у нас 13 урок в этом цикле уроков. И это отлично, потому что идет вот такое прямо без остановки обучение и к Сукоту, в Сукот читает эту книгу Коэлит, а мы уже будем знать прям, что Царь Соломон имел ввиду. И вот мы остановились на том, что, говорил он, что изнурительный такой, да, изнуряющий, изнурительный труд, он, это Эвель, это пар паров, он никому не нужен. И он еще и огорчение для духа. Дальше он говорит, вот есть люди, которые из этого труда, они не женились, и сына, и брата у них нет, они все время стремились только к карьере, к богатству. Я видел недавно в инстаграме, прям девочка такая, 26 лет, живет в Нью-Йорке, она говорит, женщины, не выходите замуж, думайте о карьере, прям такая, думайте о карьере, главное карьера. Зачем? Нужно вначале встать на ноги, а потом уже, если получится, там, тогда уже женитесь, но это неважно, типа, да, бред. Говорит Царь Соломон, говорит он так. Он говорит, лучше быть вдвоем, чем одному, лучше двое, чем один, и объясняет, что когда они вдвоем, есть у них награда хорошая в их труде изнуряющем. Вот смотрите, если человек, он эгоист, трудится он только для себя, то вся его жизнь, как бы, она подвешена на вот эти результаты его труда. Достиг, достиг, не достиг, не достиг, все. Теперь, но если он работает, и он знает, что результатами его труда, он ими поделится с женой, с детьми, с родственниками, с, сделай там, 10%, а даст десятину, то даже если у него не получилось, но он старался, то у него засчитана духовная митцва, духовная заповедь, и его, то есть, есть в духовном мире такое очень важное правило. Если ты хотел сделать доброе дело, но у тебя по каким-то форс-мажорным обстоятельствам от тебя независим не получилось выполнить заповедь, то ты выполнил. То есть, в этом случае Всевышний засчитывает твое намерение, желание, как реализованное действие. Теперь, помните, это известная притча старинная, когда трое таскали камни, один таскал камни, и он был очень грустный, потому что он видел в этом переносе камней, только его спросил мудрец, что ты такой грустный? Он говорит, да я таскаю чертовы камни, они тяжелые, мне тяжело. Он видел только это, да, только изнуряющий труд. Второй вместе с ним работал, то же самое носил камни, но такой был в нормальном состоянии, в спокойном. Его спрашивает мудрец, а ты чем занимаешься? Он говорит, я зарабатываю деньги для семьи, то есть, я, работа тяжелая, но я зарабатываю деньги. Третий он спрашивает, а ты чем занимаешься? Он говорит, я строю храм, я, значит, часть моего заработка отдаю на строительство храма, часть семье, значит, плюс я еще физической работой занимаюсь, качаю мышцы, укрепляюсь, да. То есть, они делали одно и то же действие, но оно было наполнено разным духовным задержанием. Так вот, здесь он говорит, двое, когда человек уже, он живет не только для себя, а у него есть второй партнер, для которого он готов что-то делать, хочет делать, делает, да. Это лучше, чем один, у него уже есть, есть у него награда за добро в его труде. То есть, если он трудится для кого-то, даже мысленно, он учитывает, что он трудится для кого-то, у него уже есть награда духовная в его труде, даже если этот труд тяжелый. Ти им, а дальше он объясняет подробно, почему лучше быть вдвоем, в паре с человеком или иметь друга, то есть, иметь вот этого человека, в которого ты вкладываешь, жить не только для себя. Если, если, говорит, упадут, один упадет, то его поднимет его хаверо, его товарищ, его поднимет, да. Если их двое, один упадет, второй его поднимет, а если он один упадет, нету второго, который его поднимет. В итоге, с человеком остаются в сложные моменты обычно только близкие члены его семьи, его дети, его родители, его родственники, то есть, там, жена, муж. Это, это те люди, которые действительно в сложный момент, они могут поднять человека, да. А если он один, если он от них от всех отказался или сказал, мне не нужна ни жена, ни дети, никто, то его никто не поднимет. Гам им ишквушна им в хамла им. Если лежат оба, то тепло им. Значит, лежат здесь используется не только в простом смысле, что, например, если один лежит под одеялом, то его обогрев, он кого обогревает? Только его и одеяло. А если лежат двое, то каждого обогрев внутренне обогревает других. Это простой смысл. Но они еще вдвоем могут там под одеялом создавать различные утепляющие движения, да, от которых потом рождаются дети. А один человек, он как бы, как он утеплится? Но есть здесь еще один аспект. Аспект здесь духовный. Если человек, вот живут два человека, у одного, например, он устал, он плохо себя чувствует, второй может его поддержать. Потом второму стало хуже, тот его может поддержать. То есть человек так устроен, он создан, он создан зацепленным на других людей. То есть мы социальные существа и парные существа. То есть у нас есть такая прошивка, как вот так мы устроены. Если, значит, на одного нападут, ему будет сложно отбиться. Но если нападут на одного, у него есть напарник, так двоим легче отбиться. И дальше он говорит вот это известное правило, ахут, амешалаш, а в трое сплетенная нить, она не быстро порвется. То есть если трое, то вообще еще лучше. То есть идет усиление силы. Это очень-очень, когда-то видел исследование по психологии, что если 1% населения объединяется с любой идеей, то вот этот 1% может сдвинуть все 100% инертных. То есть если объединяется маленько, вот эта вот там группка была коммунистов, например, да. Вот они объединились, там несколько сотен дураков, которые пошли по идеям Карла Маркса. Но они сумели сдвинуть там миллионы инертных людей с места, да. Или там Гитлер, чтобы стерлось его имя. Да, сумасшедший, просто маньяк сумасшедший. Но вот он там еще плюс 10 человек, потом 20, 100. А люди-то инертные, они смотрят, вот жириновский даже, вообще. Просто гнал от вольного. Но человек, который ничего не создал, никому не помог, вообще никакого продукта не создавал вообще, кроме уверенного такого вот разговора, да. И сколько людей за него голосовали, шли за ним. То есть вообще, теперь, это он нам объяснил, почему человек должен обязательно, обязательно, обязательно выстроить свои отношения с другими людьми. Царь Самон об этом говорил сколько лет назад, 3000 лет назад. А сейчас, буквально в этом году закончилось, в 86 лет длилось, гарвардское исследование называется, можете погуглить, о нем везде писали. 86 лет наблюдали за людьми, прямо вот взяли две группы людей, одни были дети из богатых семей, другие дети из бедных семей. Две или три тысячи человек взяли вот так с детства, зафиксировали и наблюдали за ними всю жизнь. На протяжении 86 лет, каждый год наблюдали, ученые записывали за тысячами людей, чтобы понять, что влияет на качество жизни, что влияет на продолжительность жизни. То есть они собирали информацию конкретно о тысячах людей, которые стартовали из, там, одна группа, две тысячи людей из богатых семей, две тысячи людей из детдомов, там, из бедных районов. И вот они за ними, за всеми следили всю жизнь. И они вычислили, что больше всего влияет на качество жизни, на продолжительность жизни, на здоровье. Что лучше всего влияет? Как вы думаете? Их ответ такой. Хорошее отношение с людьми. То есть человек, который умеет, у него есть добрые, доброжелательные, выстроенные, бесконфликтные отношения с другими людьми. Это, естественно, и с людьми, и с близкими людьми. Эти люди живут лучше, дольше, здоровее. Понятно. Вот этот царь Славон нам об этом объяснил еще три тысячи лет назад. Потому что он знал это от бога. Дальше он переходит на вообще отношения к жизни. Вот у нас сейчас на уроте, например, 100 человек в телеграмме, 40 в ютюбе и 63 в фейсбуке. Значит, 200 человек, плюс-минус, да? Он объясняет такую вещь интересную. Как люди относятся к знаниям? Он говорит, то в Елит лучше оставаться по отношению к знаниям ребенком. Лучше быть ребенком, мисс Кен, который опасается и вэхахам, и умудряется. То есть дети, они как, как у них устроено мышление. Маленький ребенок, он с момента рождения, выхода из живота матери попадает в очень опасную враждебную среду для него. Он не может двигаться, он не может себе обеспечивать еду, ему холодно, его не поменяют, он будет лежать в своих, значит, выделениях. То есть ему страшно, холодно, голодно. И вот этот маленький ребенок, а из предметов влияния, из инструментов влияния на миру, ребенка только кричать, плакать и надеяться на лучшее, да? Что ему Всевышний его спасет и сохранит. Он еще разговаривать не может, но в принципе ребенок как бы сам для себя тоже ничего делать не может. Теперь дальше он становится взрослее. И год-два, он же маленький, его каждый там таскает туда-сюда, то есть он сам себе еду не может приготовить. И лет до 10 ребенок растет в полной зависимости от доброты, ума, поведения окружающих людей. Теперь в этот период максимального выживания, то есть его все системы в этот период настроены и управляются инстинктом выживания. Он учится тому, как выживать. И он запоминает, а тут вот я, значит, если делаю так, я выживаю. Тут так покормили, тут так не побили, тут так похвалили, тут так. То есть у каждого в зависимости от окружения вырабатываются схемы поведения. Дети учатся очень быстро, мы знаем, да, то есть они очень быстро все запоминают, учатся от хорошего, плохого, там, примера, то есть все они очень быстро учатся, потому что им надо выживать. Потом у него опыт законсервировалось, он уже там годам в 20, он стал уже, он думает, что он умнее всех, да. Теперь говорит царь Саламон, лучше быть елодом, лучше быть ребенком, который опасается. Мисс Кен это, я всегда думал, мисс Кен это несчастный, но сейчас я посмотрел глубже комментарии, мисс Кен это от слова сакана. Лучше быть по отношению к жизни ребенком, который опасается и умудряется, который продолжает обучаться на протяжении всей своей жизни, потому что в Торе называется мудрец Талмит Хакам, ученик-мудрец. Мимелых лучше быть таким ребенком по отношению к жизни, чем царь Закен, чем человеком, который думает, что он царь, старик и дурак. Ксилита дурак, грешник, глупец. А Шерло Яда Лизаэр Отт, который не знает, как Лизаэр, это как остерегаться, перестал остерегаться. То есть здесь мы видим, вот это не обязательно старый, да, вот у меня есть один клиент, он, ну, гений там вообще был в 30, американского форма до 30 лет. И он говорит, я когда попал в этот формс, я подумал, что я полностью уже все знаю, то есть что уже вообще просто меня гениальнее нет. Нет меня гениальнее человека в мире, нету просто, да. И все мои следующие проекты, которые я начал, они все провалились. Это был такой удар по моему мироощущению, что именно когда я вознесся, как царь Закон в притчах писал, после, перед крушением вознесения и перед позором высокомерия. То есть настолько это прямо вот формула жизни. И здесь он нам ее объясняет только уже в режиме совета. Лучше оставайся ребенком, который опасается и умудряется все время учиться, чем стать в своем представлении царем таким умудренным. Ну, конечно, я все знаю, типа, все мне понятно с этим там Сторой, с Йом-Типуром. Все, вот это как раз неправильный подход к жизни. Четырнадцатый отрывок, сегодня последний, мы на нем остановимся. Что из дома Асурим, это очень такое слово, которое имеет две, как бы, наполняющих, да. Есть тюрьма, называется Бейт Исурим, да. Бейт Суар, Бейт Асуар. То есть это слово, с одной стороны, это как тюрьма, запрет, то, что тебя ограничивает. Мусар, например, слово, да, это тоже тот же корень. И Исурим Мусар. И второе слово это Исурим, это страдание. И он говорит, из дома заключение-страдание вышел на царство Тигамб Малхотон и Латраш. Также для царства его родился бедным. Он говорит, обратите внимание, вот обратите внимание на эту закономерность. Что для того, чтобы подняться на какой-то любой уровень, человеку нужно, оно так и звучит, подняться, да. То есть он был на каком-то низком уровне, потом он поднялся на какой-то высокий уровень. Как он поднимается? Он поднимается через преодоление препятствий. И это преодоление препятствий, то, что его ограничивает, оно же дает ему страдания. То есть возьмем пример самой простой тренировки. Когда человек тренируется, занимается спортом, ему не хочется. То есть даже со стула встать тяжело. Но он встает, 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 заставляет себя преодолевать сопротивление. И у него потом начинаются страдания. Крепатура, ноги болят. Но он поспал, отдохнул, у него боль прошла, он стал сильнее. Теперь стал он сильным. Он уже что думает в этот момент, если он поднялся на какой-то новый уровень? Он думает, мне уже не надо тренироваться, я же уже сильный, я уже умный, я уже богатый, я уже достиг. И в этот момент он забывает, что как только он останавливается, он начинает падать. То есть любой подъем начинается с ямы. И поэтому вот тут самое интересное, что человек, который в духовном уровне останавливается, то ему Всевышний для помощи может посылать разные сложности, страдания, какие-то ситуации. Но это, как называется, ереда, падение для поднятия. Лицо Рахалия. Но если человек, я раньше думал, что есть только этот путь. Но оказалось, что есть еще один путь, который вот буквально в этом году мы о нем узнали, что есть путь через любовь и через благодарность. То есть если человек, он постоянно благодарит и ценит, то есть идет к Богу через путь благодарности и любви, то он может избежать пути страдания. Такой глобальный путь, по которому идет весь мир, это путь страдания. То есть так оно устроено. Для роста нужно страдание. Все, вот так раньше всегда было, и Куэлит как раз идет по этой сфере. Можно расти через любовь, просто это более сложный путь, тайный путь. Значит, мы его, слава богу, в этом году узнали. Хорошо, теперь у нас осталось, сегодня мы читаем 13 урок «Как быть хэппинес». И несколько слов после этого про Йом-Типур. Сегодня вечером наступает Йом-Типур. Самый важный день, нужно к нему подготовиться. Я, кстати, уже написал, там, вот сейчас будет в Инстаграме, в Айкра. Пожалуйста, зайдите, прочитайте, разошлите своим друзьям, знакомым. Значит, и Телеграм-канал. Мы в этом году хотим вырасти в 10 раз влияние этих уроков, чтобы больше людей узнали про Всевышнего. 13 урок «You have what you need». «У тебя есть все, что тебе нужно», — говорит автор книги Раби Зелик Плистин. Он начал с истории. Рассказывает он историю, как к одному раввину приехал его ученик, который у него учился в Яшиве, приехал к нему посоветоваться. Когда человек, например, становится успешным, богатым, бизнесменом, у него появляется очень много проблем. Причем намного больше, чем было, когда он был простым студентом, например, в Яшиве. То есть у него есть много проблем. И вот этот вот бывший студент, а ныне богатый бизнесмен, приехал к своему учителю Равину посоветоваться по какому-то вопросу. Он зашел к нему домой и увидел, что он живет в большой бедности. И он ему говорит, мой дорогой учитель, у меня бизнес, он идет прекрасно, и я очень хочу тебе помочь. Пожалуйста, возьми чек, значит, вот, это моя благодарность. Значит, мой любимый студент, ответил ему его учитель, я вижу, что ты искренне хочешь помочь мне и дать мне большую сумму денег, но мне, говорит, вообще не надо, у меня действительно есть все, что мне нужно. У меня, ну вот, по-настоящему есть все, что мне нужно. Студент говорит этот бывший, он говорит, ну, посмотри, у тебя очень мало вещей, ты можешь купить там новые вещи, сделать ремонт, сделать все это. А он ему говорит, ну, мне не нужна твоя помощь, у меня есть все, что мне нужно. Вот все, что мне нужно, у меня есть. Мне нужно выполнить мою миссию в жизни. И для этого у меня есть все, для того, чтобы выполнить мою духовную миссию в жизни. Говорит, я был бы очень рад, если бы ты дал эти деньги какой-нибудь молодой паре, которая только что поженилась, им нужно очень много всего для дома, но I lack nothing. Он говорит, у меня нет недостатка ни в чем, у меня все есть. И он говорит дальше, комментируя этот случай, Равзель Клистин говорит так, что духовная осознанность, она является, и вот эта мысль, и понимание, что у тебя есть все, что тебе нужно, является фундаментом для happiness, фундаментом для счастья. И, значит, ты можешь, конечно, хотеть и стремиться к чему ты хочешь, но знаешь, что Всевышний Бог, Творец Мироздания, который управляет всем миром, Он тебе лично дает все, что тебе нужно для выполнения твоей духовной миссии в этом мире. И вот эта сама мысль, что у меня есть все, что мне нужно, она дает человеку счастье. Это как тринадцатый инструмент, тринадцатый шаг к счастью. Это очень такая интересная идея, на ней построен весь буддизм, на этой идее, что они хотят убрать желание. Они говорят, что если я ничего не хочу, кроме того, что у меня есть, то у меня нет и страдания никакого, да, то есть нет страдания, что я что-то не получу. Иудаизм, он более практичный, чем буддизм. Он говорит, нет, ты должен хотеть, у тебя должны быть стремления в материальном, в духовном, выстроить свою жизнь, жениться, родить детей. Ты должен научиться и на профессии. То есть иудаизм, он не отрицает желания. Он говорит, у тебя есть желание. Это то, что двигает тебя. И это то, что мы сейчас заходим с этими желаниями в Йом-Типур. Мы говорим Всевышнему, смотри, я хочу жить больше, лучше, богаче, здоровее. И я все это хочу для того, чтобы еще больше прославлять твое имя в этом мире. Я хочу выстроить свою жизнь только по Торе, делая добро, помогая другим людям. Этот мир, его нужно пройти, специально бог сделал нас в этом мире, чтобы мы люди, да, он так захотел. Но при этом нужно, проходя этот мир, жить по Торе и делать все только через добро и только правильно. Одним из главных условий правильного вот этого отношения к миру по Торе является принятие стопроцентной воли Всевышнего. То есть тот момент, который в реальности существует, это воля Всевышнего. И воля Всевышнего, ее надо принимать в этот момент, в этот момент, когда ты принимаешь волю Всевышнего. У тебя есть счастье, и у тебя есть твои желания, куда ты хочешь двигаться. То есть нет здесь противоречия. У буддизма говорит, есть противоречия. Если есть желания нереализованные, ты не можешь быть счастлив. Иудаизм говорит, нет. У тебя есть твои желания нереализованные, и ты можешь быть счастлив, потому что ты принимаешь волю Всевышнего. И ты знаешь, что у тебя есть желания, которые, возможно, на следующем шаге будут тоже реализованы, если они совпадут с волей Всевышнего. Я сейчас вспомнил коротенькая история, которую я слышал, она просто мне запомнилась, как иллюстрация этой идеи, такая очень простая. Как-то был у одного царя, был слуга, который был очень позитивно настроенный, наверное, учился в Академии Счастья, наверное, ходил на уроки в Айкра, слушал уроки по экклезиасту, и вот этот слуга его был все время в позитиве. Он все время царю говорил, все, что Бог делает, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему, все хорошо. И вот как-то на охоте, как-то на охоте этот царь был очень такой заядлый охотник, они во время охоты охотились, и что-то там произошло, какое-то событие, то ли тигр на них напал, то ли кто, и он царю откусил палец. И царь этому говорит, ну что говорит, твоя теория-то, она разрушилась, нет твоей теории, что значит все к лучшему? Мне говорит, у меня пальца нет, и царь вот в этой злости, в такой вот гневе, он значит приказал своего слугу этого посадить в тюрьму. Посадил он его в тюрьму, тот сидит в тюрьме, царь значит продолжает свою разгульную царскую жизнь, уже без этого слуги, и вот он там через некоторое время, несколько месяцев, он едет на новую охоту, и на этой новой охоте лошадь его уносит, и его захватывают дети индейцы, которые хотят царя принести в жертву, то есть у них тоже какой-то свой был праздник, им нужно было человеческое жертвоприношение, чтобы там урожай был, там у едалопоклонников у них свои схемы, да, они вот именно злобные такие. И они хотели этого царя принести в жертву, значит они его уже решили разделать, но приходит главный их шаман, осмотрел его и говорит, не годится, как жертва не годится, значит надо его обменять на более каких-то подходящих персонажей, почему не годится, у него пальца нет, по нашим верованиям, если жертва несовершенная, у него нету пальца, то духи не принимают, и значит этого царя уже его готовили к жертве, его отпускают, меняют в этом на какие-то бусы, он возвращается к себе в страну, бежит к этому в тюрьму, и говорит, этому слуги я слушаю, говорит, ты был прав, вот реально все к лучшему, то есть если бы у меня был этот палец, меня бы убили, а так я, говорит, вернулся, все, спасибо тебе, говорит, ну прости меня, ты ж так страдал в тюрьме, он говорит, я вообще не страдал, все к лучшему, говорит, я же знаю, что все к лучшему, это все реально к лучшему, царь говорит, а что к лучшему, чего-то тебе к лучшему, что ты просидел в тюрьме полгода, а тот говорит, а если бы я не просидел в тюрьме, я был бы с тобой на этой охоте, а если бы я был с тобой на охоте, так меня принесли бы в жертву, у меня-то палец есть, и он говорит, поэтому к лучшему, что ты меня посадил в тюрьму, потому что иначе меня бы сейчас убили. И вот этот вот подход к жизни, когда ты понимаешь, что все, что произошло в данный момент к лучшему, я не понимаю, как оно к лучшему, но это воля Бога, а волю Бога я принимаю, Бога люблю, с Богом согласен, Он царь, Он хозяин, потому что быть несогласным с Богом, это самое тупое, что есть в мире, потому что ты все равно ты реальность изменить не можешь, так прими ее, не борись с тем, что невозможно изменить, полюби Всевышнего, поверь, что Он делает все к лучшему, и тогда следующий шаг, как бы ты не думал, что Он не к лучшему, Бог сделает так, что Он к лучшему. Все, это то, что я хочу пожелать всем нам, чтобы мы видели любовь Всевышнего, не боролись с реальностью, верили, что следующий год будет годом мира. Прежде всего, я вам, прям, я верю на тысячу процентов, и очень вас прошу тоже в это поверить, потому что, если вы в это поверите, в Йонг-Кипур, то это очень повлияет на будущий год, чтобы наступил полнейший окончательный мир, чтобы люди перестали воевать, чтобы перестали убивать друг друга, чтобы решали вопросы о том, как лучше объединяться, интегрироваться, строить, создавать, чтобы все эти деньги, миллиарды, которые потрачены были на войну, тратились на то, чтобы улучшать жизни людей, повышать качество здравоохранения, строить больницы, строить дороги, чтобы перестали правители во всех странах воровать, и чтобы налоги действительно шли на улучшение жизни, а не на войну и не на убийство людей. И если вот мы действительно поверим, что этот мир наступит, то он обязательно наступит. Все, он наступит, всем будет хорошо, денег в мире огромное количество, хватит на всех, хватит на всех земли, дорог, Китай работает, вещей хватит, еды хватит. Если бы в Украине не было войны, то одна Украина может накормить весь мир зерном, а за эти деньги купить в Китае все, что нужно, кроме оружия. И Россия тоже огромная страна, одна шестая часть суши. Если бы нормально все эти деньги вложить в экономику, то она могла бы просто, в мире было бы полнейшее изобилие, если бы люди не воевали. За что сейчас воюют, непонятно. То есть и так есть всем, где жить, что кушать, во что одеваться. То есть мы живем в эпоху изобилия. Взять бы все эти деньги и потратить на улучшение жизни людей, был бы рай. Вот это то, что я желаю, чтобы мы все почувствовали в материальном плане. А в духовном плане путь к этому лежит только через веру в Бога, не делать зло, делать добро, молиться, возлюбить ближнего как себя и благодарность. Благодарить Всевышнего за все. Спасибо Всевышнему за прекрасный прошедший год и всего вам хорошего. Чтобы всех записали в книге жизни и во все хорошие остальные книги. Здоровья, благополучия, семейного счастья и в первую очередь мудрости. Книги мудрости, чтобы мы были все очень мудрые и постигли божественную волю. Получается, до воскресения. До воскресения.